Всем привет! Как и обещал ранее, разбираю планировки в ЖК Соха. Сегодня трёшка. Поехали! Ну что такое, ну? Рекламная пауза, ну что такое, ну? А это рекламная пауза, товарищи, в которой я расскажу вам о своей услуге. Называется она «Разбор планировок». Дело в том, что вы можете прислать мне планировку своей квартиры, а я сделаю эскиз вашей планировки с учётом всех своих знаний, которые я применю и сделаю так, чтобы ваша квартира стала удобной, функциональной и в будущем красивой. Ведь планировка – это 50% всего дизайна, как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. В предыдущем видео я с Павлом Репиным разбирал ЖК Соха. Ну, больше-то он, конечно, разбирал, чем я, потому что он профессиональный риэлтор и знает всяческие подводные камни. А вот сегодня я взялся разобрать планировку из этого ЖК. И не какую-нибудь, а трёшку с премиальных этажей. Это те самые, которые они со всей силы пиарят. И Александра, которую вы сейчас увидите, это та девушка, которая лично отвечает за планировки. Ну, точнее, отвечала, по всей видимости. И сейчас во всей красе, так сказать, я вам покажу трёшку, которую лично она, видимо, разрабатывала. И преподносится это как премиальная планировка. Ребята, ну сейчас посмотрим, насколько это оправдано. Премиально это или не очень. Итак, передо мной трёхкомнатная квартира. Начинаю с прихожей. Вот эта дверь, в которую мы заходим и попадаем в квартиру. Первое, что бросается в глаза и первый вопрос, который возникает, а куда, собственно, поставить шкаф? Это я вопрос задал. Пишите в комментариях, куда шкаф поставить, потому что лично я не знаю, куда его поставить. Здесь нету места, ребята. Возможно, предполагается поставить его сюда. Но тогда у нас получается какой-то очень узенький проход в жилую комнату и на кухню. Но как-то совсем не нарядно и не по премиальному. Если мы шкаф попытаемся поставить вот сюда, в коридоре, ну коридор ведь надо использовать, правда, он здесь большой, целых 14 метров, хочется его с пользой, так сказать, освоить. Так вот, если мы поставим шкаф в этот коридор, то у нас останется совсем узенький проход, больше похожий на колбасу, чем на нормальный коридор в премиальной квартире. Ну, премиальная планировка равно премиальная квартира. Я так себе это представляю. Как-то премиальность здесь отсутствует, на мой взгляд. Александра, что-то вы упустили здесь явно. Сам дурак. Следующее, что сразу же, вот буквально сразу же, вот бьет в глаз, это два санузла. Два. То, что два, хорошо, но хочется сразу спросить, а где ванна, ребята, где ванна, где мыться будем? Один санузел 3 квадратных метра, другой 4. Но это мало. Так в хрущевке было. Покажу наглядно. Например, санузел. И что мы сюда можем поставить? Вот так вот унитаз и вот так вот маленькую раковину. Ну, возможно, останется место под какой-то шкафчик. Есть другой вариант. Поставить маленькую душевую кабину. Вот такую маленькую. А вот сюда вот, например, маленькую раковину и сюда вот унитаз, в который бочком придется залазить. Ну, мало 3 квадратных метра для премиальной квартиры, ребята. Ну, мало. Санузел. Ну, по-любому мы захотим поставить ванну. Но если в семье ребенок, когда он маленький, ему нужно купаться, то есть там всячески их замачивают, купают, отмокают. И, в общем, это же такая важная процедура. Поэтому ванна. Куда поставим ванну? Ну, например, вот так. И у нас остается совершенно крохотное пространство под унитазик и, допустим, раковину. Вопрос, куда стиральную машину? Я, конечно, не люблю их ставить в санузлы и ванны. Я куда-то их пытаюсь убрать. Например, вот можно вот в шкаф коридора убрать эту самую стиральную машину. Но смысл-то это не поменяет. Ванны маленькие. Плюс к этому они какой-то совершенно дурацкой формы. Вот представьте, вы все эти углы начнете плиткой облицовывать. Это сколько подрезки будет, обрезки, как это некрасиво будет выглядеть, потому что вся резаная плитка, как ее стыковать? В общем, это ужасно. Придется выравнивать. Выравнивать можно только вот эту вот нишку, заровняем. Вот этот угол никак не спрямить. Например, вот если мы захотим сделать более правильной формы, у нас это не получится, потому что эта часть является жилым пространством. А за счет жилого пространства увеличить ванную комнату нельзя. Кстати, по поводу увеличения. Если вдруг захочется это сделать, увеличить ванную, то это тоже не получится. За счет коридора нельзя, мы перекроем коридор. За счет этого коридора тоже нельзя, потому что опять-таки же мы перекроем проход. А кстати, нет, можно отставить. За счет этого коридорчика можно увеличить ванную комнату, сделать ее вот такой. Кстати, это вариант. Вариант. Можно ее увеличить. Вход в спальню будет вот из этого коридора, и мы попадем в спальню. А в другую жилую комнату мы будем заходить через кухню-гостиную, то есть через общую комнату. Но вот такой вариант еще может сработать, и тогда мы ванную увеличим. Следующий момент, на который хочется сразу же обратить внимание. Это кухня и жилая комната. Ну, то, что здесь огромное остекление, это прямо мега плюс. Я всегда говорю о том, что солнечный свет это подарок, это супер. И, ну, здорово. Когда много солнца, это здорово. Так вот, здесь его много. Но, почему же такой формы-то все корявый? Здесь какой-то уступ. Здесь, где остекление, получается стена, которая перекрывает половину окна на улицу. Но, может быть, это не так в жизни, но на плане вот здесь прямо стена какая-то торчит. Кухня-ниша здесь обозначена. Это значит, что только здесь мы можем располагать кухню. И вот вопрос, какого размера здесь получится кухня. Ну, давайте попробуем пофантазировать. Например, вот так вот мы поставим одну линейку от кухонного гарнитура. И, например, вот так вот мы захотим поставить остров. Ну, вот вопрос, останется здесь место или нет? Возможно, останется и можно будет подойти. И, возможно, даже получится достаточно большая кухня. Но при этом раскладе нам придется стол переносить куда-то вот сюда. Это тоже неплохо. Он прямо около окон стоит. И диваны нам придется переносить, ну, наверное, куда-то вот сюда. Телевизор как-то вот так ставить. Наверное. В общем, здесь общая площадь получается 35 квадратных метров, даже 36. На кухню, гостиную и столовую этого, в общем-то, должно хватить. Без каких-то излишеств. Но, в принципе, хватает. Окей. Единственное, что все изломанное, конечно, вот все пространство в каких-то уступах. Но это сейчас специфика стройки современного жилья, когда всякие несущие конструкции, всякие шахты вентиляции. Ну, просто нужно это принимать во внимание и понимать, что у вас вот все такое пространство кривое, с которым дальше придется работать, приводить в это в порядок, причесывать с помощью дизайна различных приемов, делать это пространство гармоничным. Давайте жилую комнату посмотрим, которая 11 квадратных метров. Но я скажу, что это совершенно не по премиальному. Ну, то есть, 11 квадратных метров жилая комната. Часть этой комнаты заставится шкафом. Ну, допустим, пускай вот так вот мы его поставим. Какую-то часть займет кровать. А кровать это 2 метра на метр. То есть, 2 квадратных метра мы заняли. Плюс шкаф, ну, пускай это еще 1 квадратный метр. Вот 3 квадратных метра мы заняли. Плюс какой-то стол рабочий, если это ребенок. И ему нужно будет заниматься. Может быть, вот так вот мы поставим. Это еще 2 квадратных метра или полтора. И у нас остается совсем ничего. Для жизненного пространства. Там игры, игрушки, друзья. Побегать, посидеть. Ну, в общем, сами судите, хватит этого или нет. Не знаю. Мне кажется, маловато. К слову, сочетание премиальное совершенно не подходит. Но это на мой взгляд. А вы пишите в комментариях, подходит или не подходит. Может, я чего не понимаю. И у вас другой взгляд. Конечно, все завязано на квадратные метры, на деньги. Что все стоит денег. Но, может быть, тогда и премиальные не стоит называть. Потому что, ну, до премиальных это как-то далековато. Плюс мы здесь получаем длинный коридор колбаса. А мы его получим, потому что шкаф куда-то нужно ставить. Вещи где-то нужно хранить. И вот такая история здесь получится. Ну, из этого мы попадем в комнату. Здесь можно, конечно, поставить каким-то образом вот так кровать. Вдоль стены появится еще один шкаф. Ну, то есть это для личных вещей. Ну, короче говоря, вырисовывается какая-то вот такая вот картина. Плюс во всем этом я вижу огромное количество окон. Минус маленькие комнаты, кривая конфигурация кухни-гостиной и катастрофически маленькие санузлы. Ну, вот, пожалуй, на этом все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, если хотите увидеть следующие разборы из этого ЖК. Всем пока. Да пребудет с вами муза. Субтитры создавал DimaTorzok